Вы смотрите первый в новом сезоне выпуск программы Иран Сегодня. С вами я, Фархад Ибрагимов. Здравствуйте. Говорят, природа не терпит пустоты. Так что с уходом США из Афганистана роль центра силы в регионе перешла к Ирану. Так, во всяком случае, пишет обозреватель Атлантика. По его словам, это понимают и страны региона, вроде Ирака и их западные заюзники. Так, президент Франции Эммануэль Макрон недавно позвал нового министра иностранных дел Абдулахиана в Париж, чтобы обсудить двусторонние отношения. Когда из Афганистана ушел последний американский солдат, США перевернули страницу своей самой долгой войны, пишет тот же обозреватель Атлантика. И их поражение и постыдное бегство означают окончание эпохи, когда они пытались построить в Афганистане государство, и когда они показывали себя как страну, миссия которой состоит в том, чтобы распространять свободу, демократию и капитализм по всему миру, отмечает автор статьи, опубликованной в французском издании. По его словам, после таких событий состояние шока охватило всю Центральную Азию и Ближний Восток. О своем будущем и возвращении исламского государства, которое запрещено в России, забеспокоился Ирак, где США тоже ведут бесконечную войну и по-прежнему содержат свой контингент. Вопросом о постоянстве американская помощь издается и на Украине, и в других союзных штатах странах. И поэтому взгляды теперь обратились на Иран, отмечают обозреватели, да и не только они. По его словам, это единственная держава, способная заменить США, у которой есть организованные расширенные силы, обладающие точными знаниями об особенностях региона. И особенно это смещение акцента заметно в случае с Ираком. Там помнят, как Иран с 2014 года помогал бороться против запрещенного в России ИГИЛ. К тому же они соседи в интересах гарантировать безопасность. Ирак при этом, как и Афганистан, истощен многолетней войной и постоянной террористической угрозой. Признание новой роли Ирана было особенно заметно во время международной конференции соседей Ирака, которая прошла в Багдаде совсем недавно, 28 августа, при участии президента Франции Эммануэля Макрона. Он постарался заверить иракских лидеров, что Франция не лишит их поддержки и дать начало диалогу внутри региона, в том числе с нефтяными монархиями Персидского залива. При этом он уделил внимание и Ирану, пригласил нового министра иностранных дел Исламской республики в Париж, чтобы обсудить двусторонние вопросы. Так что по этому поведению было вполне понятно, что он и понимает, кто теперь оказывает влияние на Ирак и что может дальше быть с регионом. Во время совместной фотосессии министр иностранных дел Ирана Абдуллахьян встал в первый ряд, который обычно предназначен для глав государств, показывая новое место страны в регионе. При этом говорил по-арабски, а не по-персидски, что весьма редкий случай, и представляет Иран прежде всего исламской, а не шиитской страной, персидской страной, которая способна защитить регион от радикалов и исламистов. По словам обозревателей, у Ирана есть немало средств, чтобы обеспечить стабильность Центральной Азии и Афганистане. Прежде всего у Ирана, запрещенной Россией талибаном, было немало столкновений и конфликтов, но ради борьбы с общим врагом США Тегеран выбрал прагматичный подход и пошел на дипломатическое сближение с талибами, которое началось еще до падения Кабула. Тегеран не удивила столь быстрая капитуляция штатов. При этом он оставил своих дипломатов в Кабуле и в консульствах по всей стране. Иран говорит о своем желании сотрудничать с Афганистаном и даже называет его Исламским Эмиратом. Как того хотят талибы. Главная цель Ирана в регионе, считают эксперты, снова стать хозяином в своем королевстве, укрепляя ось России и Китая, которые способны ослабить Вашингтон. По мнению западных экспертов, уход американцев дает Ирану такие возможности очень даже неплохие. Страны региона уже поняли, что в интересах их безопасности дружат с единственным постоянным региональным центром силы. Какая-то природа боится пустоты, так что новый жандарм Лижнего Востока, вероятно, будет заседать Тегеране. Так делает, например, вывод автор статьи в газете, в здании «Атлантика». Ну, вообще неудивительна позиция западных экспертов и журналистов. Еще некоторое время назад все утверждали в один голос – Иран страна-изгой. Она изолирована от всего мира и ей не стоит ожидать какого-либо прогресса и продвижения в целом. Но, в принципе, логично. Когда страна находится под жесточайшим санкционным давлением, становится понятно, что она не может маневрировать, даже если она обладает огромными запасами нефти и газа. И не мудрено, что Иран, конечно же, не пытался создать собственные дорожные карты, которые подразумевали бы новый этап в его истории. И, наконец, этот этап настал. И вот интересно, как сейчас себя ведут иранцы. Они пытаются договориться с талибами. Да-да, те самыми талибами, которые в свое время устроили резню в иранском консульстве в городе Мазари-Шариф еще в 1998 году. А потом, через три года, когда началась американская операция по вторжению в Афганистан и свержению талибов, талибского режима в целом, тот же самый Иран как раз-таки приходил на помощь американцам и делал все возможное, чтобы талибов сместили. В итоге, конечно, они совместно своей цели добились. Но потом вектор американцев сменился, они назвали Иран осью зла. И тут Ирану ничего не оставалось делать, как искать новые возможности. И, недолго думая, они начали вновь сотрудничать с талибами, которые на тот момент ослабили силу. А это, я напомню вам, уважаемые зрители, 2005 год. То есть тогда уже, когда никто не делал ставку на талибов, называли их абсолютно слабым звеном в этой террористической цепочке, иранцы видели на несколько десятилетий вперед и, наконец, дождались удобного момента. Сегодня талибы называют Иран одним из главных, чуть ли не союзников Афганистана в регионе. И кто бы мог сказать такое, наверное, еще лет 20 назад? Все бы посмеялись громко и сказали бы о том, что это фактически невозможно. Но времена меняются, меняется и сам Иран. Да, его идеология джумхория исламе, исламская республика, она продолжает оставаться актуальной. Конечно же, она терпит абсолютные в какой-то степени преобразования. Она реформируется, но она не отстает от своих интересов. И в рамках афганского вопроса и афганского процесса иранцы не собираются оставаться позади. Все это поняли, когда уже проходила определенная багдадская конференция. Все прекрасно понимали, что Иран теперь тоже будет диктовать условия, поэтому западные эксперты, западные политологи и журналисты серьезно взволнованы, что как страна, которая находится под санкционным давлением на протяжении 42 лет, продолжает не просто говорить о своих интересах, не просто выживать, но еще и диктовать свои условия соседним странам. И что самое интересное, соседние страны прислушиваются к Ирану. Поэтому разговоры о том, что вот Иран развалится, от Ирана ничего не останется, и вообще исламский режим будет не существовать в ближайшее время, и он вообще не способен, такие разговоры на самом деле вызывают уже смех даже у самых иранофобски настроенных экспертов. Но мы не говорим сейчас про авантюристов, мы говорим сейчас о людях, которых репутация и слово которых достаточно веское, и, конечно же, их мнение о чем-то говорит. То есть мы сейчас видим и наблюдаем достаточно интересную картину, картину геополитического масштаба, когда абсолютно меняется новая реальность, меняется реальность, которую мы привыкли видеть на протяжении уже очень многих десятилетий. Мы наблюдаем такую интересную историю, где Иран пытается выйти на новый уровень, о котором мы уже сегодня говорили. И это тоже не мудрено, потому что иранцы постепенно, глотая очень много унижений, оскорблений, агрессии, санкций, все равно при нем взлагали и шли вперед, и дошли до определенной точки. Так вот теперь, интересно, возникает вопрос, а как дальше сейчас теперь будет себя вести Иран? С одной стороны, конечно же, идут разговоры о том, что в Иране не хотят признавать режим талибов легитимным. Почему? Ну, во-первых, здесь есть несколько нюансов. Первый вопрос репутации. Конечно же, на уровне организации объединенных наций талибы считаются силой запрещенной, террористической, радикальной. И, конечно, страна, которая решится признать талибов как политическую легитимную силу, может, конечно же, себя, но несколько поставить в неловкое положение на репутационном уровне. С другой стороны, есть вопрос прагматики, который иранцев тоже никогда не оставляет. А именно, когда будет возможность признать талибов как легитимную силу, именно с первым, кто признает талибов как легитим, как юридическую законную силу, как законную власть, талибы провозгласят эту страну главным своим партнером. И иранцы, конечно, это прекрасно понимают. Но как действовать дальше после того, как будет признание, тоже не ясно. То есть здесь есть полка о двух концах. Иранцы вроде бы хотят признать талибов, но есть вопрос репутации, который стоит на кону. С другой стороны, спросите, а куда уж Ирану и дальше двигаться? И так его обвиняли во всех смертных грехах. В принципе, да, это правильно. Но все-таки надо понимать, что все не так однозначно, как кажется на первый взгляд. И если вы думаете, что именно это Ла Али Хамени, верховный лидер Ирана, единолично принимает решение, то вы серьезно ошибаетесь. Это далеко не так. Потому что есть целый ряд команд, кланов, политических сил, религиозных сил, которые в Иране делят между собой влияние. Власть и, конечно же, после того, как они договорятся между собой, и можно будет принимать единоличное решение. Хамени человек мудрый, он прекрасно понимает, что сейчас не время признавать талибан, но оно обязательно когда-нибудь настанет. И вот тогда Иран для себя примет окончательное решение, как действовать дальше. Но талибан талибанам не все же зависит на, что называется, регионе на талибах. Есть, конечно же, и другие центры силы, есть, конечно же, и другие аспекты на том же Ближнем Востоке, где иранцам тоже нужно будет принимать тяжелые решения. Для себя, во всяком случае. Ну а то, что Иран уже не в одиночестве, и то, что с ним готовы работать те же Китай, Индия, это уже говорит, конечно же, о многом. А мы будем внимательно следить за тем, что будет происходить дальше. Подписывайтесь. Телеграм-канал Фархад Ибрагимов. Вестник Кавказа на YouTube. До следующего раза.